Всем доброе утро! Начинаю свой очередной влог. Сейчас мы едем с Айжанкой за мясом на рынок. Созвонилась уже с девушкой, у которой я постоянно покупаю мясо. Сказала, что говядина есть, свежая и очень много. Так что сегодня у нас будет покупка мяса, немножечко продуктов. И далее будем уже делать из него фарш. Так что приглашаю всех на свой влог. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и продолжайте смотреть мое видео. Красотка! Все, мы уже дома. Купили мясо. Мясо взяла на 2 900. И мне дали мотолыжку бонусом. Подарок лет... Летний подарок мне сказали, мотолыжку дали. Если что, можно из нее холодиться или в суп сварить. Вот такое мясо, говядина, по 330 рублей за килограмм. Сейчас буду заниматься мясом, пропускать фарш. Айжанку накормила. До обеда, думаю, справлюсь. Быстренько нарежу и пропущу с луком. Да, уже полностью готово, чтобы был. И на обед у нас, наверное, будут котлеты. Если я успею. Айжанка только что покушала. Да, ты покушала, коза? Да, вон у меня с козыротик весь в пюрешке. Да, покушала. Так что мы будем заниматься мясом. Так, показываю, какое мясо. А то в пакете не видно было. Есть косточки, но косточки у нас пойдут на суп. Вот мотолыжка, которую дали в подарок. Так, сейчас нарежем. Потому что в прошлый раз фарш был не такой жирный. Даже пресный, можно сказать. Но нужно чуть-чуть жирка, чтобы тоже был. Поэтому я взяла дополнительно пожирнее кусочек. Я, как уже говорила вам, свинину мы не покупаем. Если только там в колбаске она есть. А так свинину мы не кушаем. Именно вот чистая свинина или фарша мне не нравится абсолютно. Поэтому берем только говядину. Все, девчонки, мясо я прокрутила. Получилось вот столько. Целая кастрюля, целый такой тазик. И здесь немножечко фарша. Я делала котлеты. Здесь у меня жарятся котлетки. Четыре штучки на обед. Знаете, так не успеваю. Все бегом-бегом. Быстренько наформировала котлетки. Поставила водичку для макарошек. Будут на обед. Потому что уже до обеда осталось буквально 15 минут. Сделала такие тонкие котлетки, чтобы быстро прожарились. И под крышку их. Здесь моя девочка, моя и Жанночка. Соска имела. Барыша, соска имела. Красотка моя. Так, дальше здесь у меня дома коллапс. Вот что творится. Так, сейчас будем быстренько прибираться. Быстро-быстро прибираться. Потом надо будет мясорубку помыть. Фарш разложить по пакетам. Добавить туда соль, перец, как обычно. Это еще ничего не сделано. Наш обед готов. Макаронки, котлетки. С томатным соком. Всем приятного аппетита, кто кушает. А мы будем обедать. Айжана пакет разбирает вовсю. Смотрите на нее. Так, что мама там купила? Надо посмотреть. Мам, что ты там купила? Покажи. Что возле тебя, Айжана, лежит? Дыня возле Айжанки лежит. Дыня. Вот. Дыня на 200 рублей вытянула. По 50 рублей дыня подорожала. Не знаю, то ли на праздник, то ли на выходные. Что случилось, неизвестно. Я себе купила за прихватку, которую 50 лет хотела. Здесь у нас рукавичка такая и прихваточка. 79,90. Наконец-то нашла. Сколько я мечтала уже о ней. Две пачки макарон. Вот такие знатные. Смотрю на категории. Категория из твердых сортов пшеницы. Так что можно смело покупать. Взяла пока только две пачки. Потому что и так пакет тяжелый. Дальше немножечко груш. 4 штуки. Это у нас пакхан, по-моему. Но это повкуснее, чем в прошлый раз. В прошлый раз покупала. Не очень вкусные были. Айжан, уйди. Папа, забери ее. Дальше у нас сыр. Без заменителей молочного жира. По-шехонски в этот раз. Гауды не было. Гауды, да, в тот раз было? Гауды в этот раз не было. Айжанка, смотри, сыр потрогай. Дальше у меня здесь полотенчики. Вот такие по 89,90. Два полотенца махровых. Наши полотенца уже износились. Это 40 на 70. Махровое полотенце. Вот такое зелененькое. Чтобы грязи меньше видно было. Шутка, конечно. Моем, стираем. Но больше пятнется. И вот такая серенькая. Муж говорит, надо обновлять полотенца. А то наши уже в ужасном виде, ужасного качества. Давай обновлять. Вот, пожалуйста, тебе. Два полотенца. Потом еще купим. Дальше. Здесь у меня два пакета молока. Молоко топленое. Срок годности у него хороший. По-моему, до октября даже. Поэтому взяла два сразу. И здесь у нас три вот такие пакета сахара. По 27,90. Сахарный песок в находке. И скидочка три дня. Поэтому взяла. Общие 10 килограмм. Такие были у нас покупочки. Далее покажу покупочки подсолнечного масла. Как муж занесет с машины. Купила 15 бутылей. Так, кому интересно. Вот наш чек. На 1765 рублей. Масло Олейна по 59,99. Такой цены уже давно не было. Это же она. Да не отбирай ты у меня. Ах ты, излюка. Полотенчики по 90, по 80. Более или менее цены. Находки хоть радуют. Со своими скидками. Упс, открываем морозильник. И покажу вам итог своих работ. Мне здесь ничего не лезет. Надо разморозить, кстати. Мороженое надо зайдоесть. Кстати, мороженое в находке привезли. Вот это вот вкусное. Но я не стала покупать. Пока у нас дынька есть. Следующий раз. Раз, два, три, четыре. Семь пакетов было. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у меня пять пакетов. Он еще один. Здесь у меня пять, шесть, семь. Вот семь пакетов фарша. Таких больших, немаленьких. Я сразу сделала побольше. И здесь у меня мотолыжка. Наверное, будем готовить в холодец. Здесь у меня косточки для супа. Я сейчас сделаю суп из двух видов мяса. То есть из курицы и из говядины. И получается очень вкусный бульон. Еще фарш у меня остался для пельменей. Где-то больше одного пакетика. Сегодня буду лепить. Не знаю, смогу я много слепить. Не смогу. Но, чтобы покушать вечером, обязательно слеплю. Девчонки, покажу вам свои запасики. Запасики. Здесь у меня мука хранится. Нравится мне мука Амика. Была хорошая цена. Я сразу закупилась. Сахар. И здесь у меня будет храниться подсолнечное масло. 15 бутылей. Олейно. Срок до 22 года. Даже сейчас скажу, до какого. К сожалению, не смогу сказать. Хотя скажу. Зачем не скажу. Сейчас скажем. Все. До 20 мая 22 года. То есть сейчас 20 еще два года. Конечно же, мы осилим это все. Здесь у меня темное место. Ему ничего не будет. И температура позволяет. И ничего здесь на кухне не будет. Что хотелось бы сказать негативным зрителям. И тем, кто бывает, пишет не очень хорошие комментарии. Не очень хорошо отзывается. Помню, одна женщина писала мне. Зачем тебе столько масла? Куда вы столько едите масла? Так вот, скажу таким людям. Не ко всем относятся сразу, девчонки. Не обижайтесь. Я просто говорю, как есть. Когда хорошая цена, за 60 рублей олейну вы нигде не найдете. Такой цены не будет. Пускай те злорадствуют, кто мне. Пускай покупает он за 110, за 115 рублей олейну. Или пускай берет какое-нибудь дешевое там, нехорошее масло. А я буду брать олейну за 60 рублей. И буду нормально питаться, так сказать. Я не ем литрами масла. Не пью его. И не употребляю. На, держи. Оно у нас хранится. Это запасы. Запасы никогда не помешают. Вот так. Вот целая коробочка масла. Пускай будет. Зато в магазин мне нужно будет бежать каждый день. Еще одна покупочка. Это лак для ногтей. Сейчас вам покажу, какой цвет я выбрала. Фокус. Фокус-покус. Такой вот. Покупала магнит косметик. Типа с эффектом гель-лака. У меня есть наборы для гель-лака. И есть лаки разные. Но у меня нет времени, чтобы их наносить, сидеть. Просто для хорошего нанесения, для качественного маникюра, так сказать, требуется около трех часов. Но у меня такого времени, к сожалению, нет. И ногтей таких нет. Я все пообрезала. Поэтому буду покупать обычные лаки. Сегодня взяла вот такой один. Ну, потому что они быстро сохнут. Вот еще на замену один возьму и все на этом. Как будет у меня время, я, конечно, сделаю гель-лак, но не сейчас. 165 рублей. Магнит косметик. Сейчас нанесу. Посмотрим, какой будет цвет. Но, знаете, он такой темно-вишневый, что ли, темно-бордовый. Такой вот. Вот на ножки нанесла. Совсем другой вид. Лак мне понравился. Он довольно-таки густой. И хватает одного слоя нанесения. Повторно уже не нужно. Блестит хорошо так. Вот вам название. Тинт ми, да? Тинт мили. Вот такой вот лак. Так что в находке, говорю, магнит косметик. Можете смело покупать. Ну вот, нанесла на пальчики. Смотрится, конечно, совсем по-другому. Надо немножко подтереть. Я уже забыла, как носить лак, если честно. Кутикулы не убирала. Спешу, как всегда. Поэтому, если вы спешите, как я, то это самый оптимальный вариант. Айжанка все норовится на мои пальчики. Так и хочет. у меня оттянуть палец. Для нее шок, что я покрасила ногти. Рассказывай. Что ты рассказываешь? Вот. Как докатился до такой жизни? Вон. Раз, два. Это черемуха. Черемуха. Два опня. Здоровенно. Вон корни от нее. Вообще, смотрите, вот начало. Вон конец. Если это еще конец. Кто-то скажет, черемуху жалко. Ага. Вместо нее посадим черешню, яблоню, грушу. Вкусные фрукты. Вот сюда, да. Потому что от черемухи толку у нас вон там, в переднем саде. А сюда малину со смородиной заложим. Я вот это закончу. Здесь ужас. Здесь на метр полтора. Хуже клиновика. А, у меня нога чешется от этой кошки. Тут же ужас был. Все было в трапиве, в клиновиках, в траве. Весной, в апреле. Сейчас тоже уж, вон там трава осталась, еще клиновик. Картошка. Тыква. Айжанка. Здесь все равно трава выскочила. Вот надо ее промотыжить, протяпка ларга. Сейчас, наверное, тяпку принесу, пройду. Когда потом? Пока пройдешь, она уже вырастет. что-нибудь почувствовала. Вкусная малина, Айжанка? Очень, скажи. Она чуть ли пальцем, два пальца в руце. Смотри на нее. На ужин, как я уже говорила, будут пельмени. Делаю тесто, самое обычное. Здесь у меня два яйца. Щепоточка соли и воды. Немножечко, полстакана воды. Больше яиц, меньше воды. Так, и сюда еще пойдет растительное масло, где-то две столовые ложки. Сейчас добавлю муку, перемешаю тщательно, чтобы получить однородное, эластичное тесто. Вот тесто мое готово. Смотрите, какое податливое тесто получается. Вот, оно у меня постояло минут 25, даже 30. Накрыла я ее кастрюлькой, она и стояла. Тесто стояло. Че мое! Вот такое тесто. Сейчас буду формировать пельмени на сегодня, на завтра, завтра сформирую тесто. Просто оставлю, отправлю его в холодильник. Вот такое тесто. Из него получаются такие пельмени. Тесто абсолютно не нуждается в муке. То есть, когда я лепила, я ее абсолютно не использовала. Обрезки мы тоже обычно варим в бульоне. Получается очень вкусно. Немножко надо докатать. Вот на вечер этого вполне достаточно. Продолжение следует...